Заходите, здравствуйте. Здесь мы разместились. Я здесь живу с двумя детьми, со старшей и с младшей. Здесь мы спим, делают дети уроки, парты им привезли. Книги, учебники с собой брали, много вещей. Всё замечательно. У нас пятиразовое питание. Ксения Колодич была вынуждена уехать с детьми из приграничной территории Белгородской области в безопасное место из-за участившихся обстрелов со стороны ВСУ. В Шебеке у нас же очень большие взрывы были. Это 40 километров от Белгорода, а от нас там тоже по прямой 20 километров. Совсем недалеко. Ну и у нас на соседний участок упала мина. Ну, слава богу, без жертв. За себя не страшно. Да, сколько за детей страшно. Поэтому немножко, чтобы дети отдохнули от этого, потому что кричат, летят, бомбят, их в подвалы заводят. Вместе с Ксенией в Щёлково прибыли 126 жителей Белгородской области. Это женщины и 73 ребёнка. Самым маленьким ещё нет и года. Администрация городского округа организовала для них пункт временного размещения на базе детского лагеря. Созданы все условия для того, чтобы люди комфортно проживали. Хорошие номера. И эти номера даже предназначены для того, чтобы целая семья спокойно могла разместиться и комфортно существовать там какое-то определённое время. У нас здесь предусмотрено пятиразовое питание. Также для детей дошкольного возраста организован детский садик прямо на базе здесь, не выходя, так скажем, с территории нашего лагеря. А школьники, которые захотят продолжить учиться, у нас предназначена вторая школа номер два в Лосино-Петровском. Жители Белгородской области могут спокойно... Организовано посещение театров, кинотеатров. Наш театр Щёлковский знают даже в Белгородской области. В гости к семьям приехал единственный в России корги-отряд «Маруси и друзья» Щёлковского центра гражданской защиты. Его нештатные сотрудники, пушистые корги, поиграли с детьми, отвлекли малышей и их родителей от тревожных мыслей. Корги, они бывают разных цветов. Это рыжие, ещё бывают коричневые. Я люблю собак вообще. Ой, я тоже. У нас двое деток. Муж, мама. Нас обеспечили всем. Встретили прекрасно. Очень спасибо тому человеку, кто нас принял. Мы не ожидали, честно. Надеялись, но не ожидали, что так принят. Восьмой месяц пошёл. Так он, знаете, он у нас тоже военным растёт. Он под БТРом почти родился. Да. Я ехала рожать, и наша скорая, ну, стучилась в ДТП. И вот мы родились под БТРом. Так что танкист. А по Белгородской области он так зовётся, Сашка, танкист. Дети бросили свой родной дом. Родители здесь, они у них стресс. Лучше лекарство от стресса какое? Общение с животными, с корги отрядом. Корги отряд всегда не надо звать, мы сами придём. Поэтому это нормально. Вы видите, какой эффект. И сюда надо придать чаще, потому что померь возможности. Сладости, а также письменные принадлежности семьям передали сотрудники военного следственного отдела. Мы, сотрудники военно-следственного отдела по Балашихинскому гарнизону, прибыли, чтобы навестить детей, ответить на вопросы, которые есть у их родителей, а также подарить вкусные подарки. Я приехала с двумя своими детьми и родным братом. Нас очень хорошо приняли, спасибо большое. Мы приехали 28 числа. Бытовые вопросы решены все. Даже детское питание, смесь, этот вопрос мы решили. Дети завтрашнего дня будут определены в местную школу. В пункте временного размещения семьи рассчитывают пробыть около месяца. За это время они надеются, что напряжённость на границе спадёт, и они смогут вернуться домой. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, Щёлковское телевидение.